Добрый вечер! Корреспонденты ОРТ и я, Наталья Мороз, готова рассказать, что интересного произошло сегодня в последний день рабочей недели. В эфире программа «Новости дня». Здравствуйте! Спонсор выпуска – Оренбургский удостоверяющий центр. Успеете обновить свою кассу до 1 января 2019 года под новый формат фискальных данных и ставку НДС 20%. Телефон в Оренбурге – 77-10-10. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Оренбургье сердце Евразии. ОРТ подводит итоги Международного форума. Быть или не быть – в Орске решается судьба Южноуральского машиностроительного завода. В небе над Оренбургом. Что помогло возродить легендарную дивизию? Стать волшебником просто. О чем мечтают маленькие герои ОРТ? До минус 20. Чем удивит погода в предстоящие выходные? Лучшие гимнастки России в Оренбурге. Областное первенство принимает более тысячи юных спортсменок. Крупнейший машиностроительный концерн «Армета Юумс» должен работать. Об этом еще раз заявил глава региона. Сегодня Юрий Берг провел выездное совещание в Орске. Вынужденный простой должен был завершиться еще в понедельник. Однако люди до сих пор не могут ни вернуться на рабочие места, ни получить деньги. По словам Арчан, некоторые цеха до сих пор не отапливаются. Сможет ли завод выйти на полный график? И когда появятся условия для полноценного труда? Все подробности далее. За неделю, на мой взгляд, обижайтесь, не обижайтесь, плохо отработали. Мы с вами и вы не на конфетной фабрике. Каждый начальник цехов в свой цех должен подать тепло. С этих слов началось рабочее совещание губернатора и руководства завода. Несмотря на холод в цехах, 5 декабря на работу вышли более тысячи человек. Люди надеются и верят, что предприятие будет функционировать в нормальном режиме. Сейчас рабочие ждут зарплату за октябрь. Начальство обещает рассчитаться до 25 декабря. А вот когда появится тепло, этот вопрос остается открытым. Запустили тепловые линии. Тепло подали до производственных цехов и подразделения завода по цехам, по производственным участкам. Тепло мы подали до тепловых пунктов. АБК – это бытовые корпуса отапливаются. А сейчас задача поставлена до конца следующей недели уже на рабочих местах обеспечивать подачу тепла. Долг предприятия по зарплате около 70 миллионов рублей. В последнее время с завода уволились около 250 человек. Проблемы на ЮМЗе начались еще весной этого года. В мае арчане были отправлены в вынужденный отпуск. Однако отдельные цеха продолжали работу. Полностью производство остановлено в сентябре. Этих мер оказалось недостаточно, чтобы рассчитаться с сотрудниками и погасить миллионные долги перед ресурсоснабжающими компаниями. В вынужденном отпуске большая часть коллектива. Их зарплаты сокращены на треть. Отопления нет, свет есть. Единственное, что обогреватель включаем. Я в ночь работаю, но там ноль. Свет есть малый у нас, только 200 вольт. Для печей у нас нет. У нас все, что было завезено в цех, чтобы работать, материалы уже вывезли. Да, уже. Грамма пустые. Все абсолютно. Ничего нет. Ни кирпичей нет, ни газа нет. Ничего нет. Руководство завода утверждает, что нужно 5-6 месяцев для того, чтобы предприятие заработало в полном объеме. При этом должна быть ежемесячная отгрузка продукции на сумму не менее 300 миллионов рублей. С понедельника планируется запуск подачи гислорода в металлургические цеха. Также ожидается закупка материалов для изготовления заказов, после чего должны заработать остальные. Большинство сотрудников по-прежнему в вынужденном простое. Окончательные сроки пока не названы. Основные решения, возможно, будут приняты после новогодних праздников. Наш телеканал продолжит следить за развитием ситуации на одном из крупнейших предприятий региона. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Илья Логачев. Новости дня. Сегодня завершает свою работу Международный форум Оренбуржья и Сердце Евразии. В программе участников круглые столы, семинары, мастер-классы. В этом году зарегистрировано рекордное количество участников. Порядка 4 тысяч человек из разных регионов не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Экономический форум давно стал доброй традицией для Оренбуржья. Ежегодно наш регион становится центром евразийской интеграции и площадкой для международного сотрудничества. Какие главные темы поднимались в этом году, расскажет моя коллега Анастасия Синченкова. Десятки достигнутых соглашений, сотни дискуссионных площадок, тысячи участников. В этом году Международный форум Оренбуржья и Сердце Евразии собрал рекордное число гостей. Масштабное мероприятие уже стало визитной карточкой нашего региона. Ежегодно в Оренбуржье съезжаются представители различных стран. География обширная. Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Китай, Узбекистан и другие страны. Главная тема экономического форума – новые цифровые технологии. Их интеграция в бизнес, образование, науку и культуру. Это потенциал для расширения аудитории. Мы сегодня говорим о необходимости роста посещаемости, о необходимости вовлечения как можно большего количества россиян вообще в сферу культуры. Приобщать к лучшим образцам мирового отечественного искусства, как в музыке, в живописи, в театре и так далее. Посредством чего это делать? В первую очередь, конечно, посредством современных технологий. За время работы форума на разных площадках прошло около 50 деловых встреч. Найдены договоренности о сотрудничестве. В самом центре Евразии собрались руководители ведущих компаний, специалисты и эксперты, представители делегаций. Форум стал площадкой для выстраивания коммуникаций между странами. Результатом такого сотрудничества становится подписание различных соглашений. Итоги форума подводят на пленарном заседании. Символично, что модератором дискуссии становится робот Теспиан. Именно он дает старт мероприятия. После на сцену поднимается гувернатор Юрий Берг и приветствует всех участников международного форума. Центральной темой нашего форума стали технологии, меняющие мир. В России по инициативе президента Владимира Владимировича Путина создана государственная программа развития цифровой экономики. Для участников нашего форума особенно важно, что одной из главных идей является интеграция российских виртуальных средств с цифровой экономикой Евразийского союза. О своем опыте рассказывают представители стран Евразийского континента. У Оренбургской области есть все предпосылки, чтобы стать одним из лидеров в стране в цифровой сфере. Об этом говорит помощник полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Сегодня ключевым трендом во многих странах мира, если не сказать во всех странах мира, признается цифровизация всех отраслей, включая экономику, транспорт, промышленность, образование, здравоохранение, сельское хозяйство. Это, собственно, все, буквально все отрасли. Курс на цифровизацию российской экономики объявлен президентом Российской Федерации. Год от года форум становится все масштабнее, увеличивается число участников, расширяется география. И каждый раз Оренбургия становится центром евразийской интеграции. Анастасия Синченкова, Виктор Яковлев, Георгий Бурлутский и Константин Воробьев. Новости дня. А теперь к другим, не менее актуальным темам. Евгений Арапов останется в СИЗО до 8 января. Такое решение вынес Ленинский районный суд. Накануне решался вопрос о продлении меры пресечения бывшего градоначальника. Следователи настаивали на том, что Евгений Арапов должен находиться в СИЗО. Сторона защиты ходатайствовала о назначении домашнего ареста. Постановлением Ленинского суда мера пресечения продлена на месяц. До 8 января бывший глава областного центра останется в изоляторе временного содержания. Всего за несколько дней до слушания стало известно о еще двух новых эпизодах уголовного дела. Один из них связан с незаконной предпринимательской деятельностью. Следствие настаивает, что через доверенное лицо Арапов принимал участие в управлении коммерческой организацией. Также бывшего градоначальника обвиняют в получении взятки. Предварительно установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью статус передал в пользование обвиняемому две квартиры. За это Арапов оказывал общее покровительство фирме. Директор строительной компании Елена Киселева в настоящее время объявлена в розыск. Небо Оренбуржья под надежной защитой. Сегодня 18-я военно-транспортная авиационная дивизия отмечает двойной праздник. 77-й день рождения воинского формирования и дату возрождения управления прославленного соединения. Дивизия ведет свою историю с 1941-го. За эти годы в нее вписано немало подвигов и славных страниц. В 80-е еще несколько полков переведены в Оренбург. Сложным периодом стали 90-е. Тогда дивизию расформировали. Даты возрождения принято считать декабрь 2017-го. Сегодня оренбургские авиаторы занимаются транспортом, обеспечением вооруженных сил России и всегда готовы прийти на помощь гражданским коллегам. В частности, в Оренбургской области военно-транспортная авиация выполняла задачи по тушению пожаров. Специально используя специальных выливных авиационных приборов, которые имеются здесь у нас на аэродроме. На торжественном построении руководство дивизии и личный состав принимают поздравления от правительства области. Глубоко символично, что сегодня мы поздравляем личный состав прославленного воинского формирования в день образования Оренбургской области. Оренбургский край очень патриотичный край. И всегда оренбуржцы с глубочайшим уважением относились к защитникам Родины, к людям в погонах. За эти годы личный состав зарекомендовал себя как слаженный воинский коллектив, который готов в кратчайшие сроки выполнять поставленные задачи. Наш выпуск продолжается. И вот о чем расскажем далее. Стать волшебником просто. О чем мечтают маленькие герои ОРТ? До минус 20. Чем удивит погода в предстоящие выходные? Лучшие гимнастки России в Оренбурге. Областное первенство принимает более тысячи юных спортсменок. Телеканал ОРТ продолжает акцию «Стать волшебником просто». Добрым магом может выступить каждый из нас. Достаточно лишь осуществить мечту ребенка. Сегодня наш герой – восьмилетняя Аня Бабушкина. Она – особенная девочка. Поделилась своим самым сокровенным желанием с нашей съемочной группой. Вот так беру, это зеленка, зеленка. Вот так беру и мажу зеленочку. Стетоскоп, шприцы, мекстуры, сумки юного доктора Ани Бабушкиной – все для лечения больных лап и ушей. В свои восемь она знает – врачи могут помочь не всем пациентам. Зато в игре она в силах вылечить тех, кто так мечтает об этом. Всего в год девочке поставили диагноз – ДЦП. Она передвигается по дому на коляске, с трудом сидит. Несмотря на это, Аня – веселый общительный ребенок. Она может найти общий язык с любым человеком. Любит лето, тепло, общаться с людьми, с детишками. Во дворе выходишь, конечно, дети играют. Она наблюдает, наблюдает. Другая девочка возьмет, она такая довольная. На лице девочки почти всегда улыбка. Только родные знают, что всего три месяца назад эта жизнерадостная девочка пережила сложнейшую операцию. Месяц – строгий постельный режим. Еще полгода – реабилитация. Теперь каждый шаг для нее – непреодолимая боль. Она учится стоять на ногах и верит. Когда-нибудь ее коляска останется стоять в углу. Несмотря ни на что, она верит в чудо. И с нетерпением ждет Нового года, чтобы добрый волшебник осуществил ее мечту. Я уже дедушке говорила, дедуля, давай быстро льсти, готовься. Дедушка Мороз придет, уже снега столько навалило. Каждый год Анечка пишет Деду Морозу письма. Своё сокровенное желание она загадала еще в прошлом году. Верит, в этот раз ее мечта наконец-то сбудется. Я хочу вообще так загадать себе Бэби Бону, куклу Бэби Бону. Волшебником может стать каждый из вас. Для этого нужно просто исполнить мечту ребенка. Все подробности акции на нашем официальном сайте media56.ru или по телефону редакции. Его вы видите на своих экранах. Анастасия Синченкова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Волшебное предновогоднее настроение в эти выходные поможет создать и погода. Синоптики обещают, в регион вернется снег. При этом столбик термометра днем не будет опускаться ниже 10 градусов. Переменная облачность и небольшой снег ждут оренбуржцев уже завтра. Однако это не должно помешать активному отдыху на свежем воздухе. Дневные температуры 5-7 градусов ниже нуля. Самой холодной станет ночь с субботы на воскресенье. В некоторых районах Оренбуржья градусник покажет отметку минус 20. Но днем 9 декабря все вновь вернется на свои места. Синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Ветер юго-восточного направления 4,9 метра в секунду. А сотрудники МЧС предупреждают, что на дорогах региона сохранится гололед. Следует быть предельно внимательными при движении. И желательно не планировать дальние поездки в темное время суток. О чем поют уральские казаки. Телеканал ОРТ продолжает знакомить вас с культурой многонационального Оренбуржья. На этот раз авторы туристического рецепта отправились в Элегский район. Об этой казачьей станице писал в своих очерках еще Владимир Короленко. Что сохранилось сегодня? Уникальные экспонаты и секреты многовековых промыслов. Все самое интересное уже завтра в 19.35 на нашем телеканале. А пока наша автор Алина Волохова готова раскрыть лишь некоторые секреты. Казачья группа «Яицкий городок». Вот уже почти два десятилетия коллектив сохраняет всю самобытность родной культуры. В арсенале полсотни произведений. Омск, Москва, Краснодар. Сегодня их репертуар известен по всей России. Я не люблю попсу. Я не очень люблю джаз, допустим, рок. Как все это любили молодежь до сих пор. Но народная песня, музыка для меня самая важная. Ну, по крайней мере, мы когда поем, поем от души. В группе потомственные казаки. Древние промыслы передаются из поколения в поколение. Причем у каждой семьи свой секрет. О нем не принято рассказывать. Например, вот это – особое плетение нагайки. В этой технике работают всего три человека по всей России. Всего 12 гвоздей. Все остальное – сила мастера. На изготовление одной такой нагайки понадобится не менее двух недель. Я больше смотрел, смотрел, запоминал. Ну, где-то что-то, если не понимал, он мне подсказывал. Ну, и, естественно, свои секреты есть, которые он передавал. Так что при одном условии, что эти секреты только будут передаваться, если я буду учить кого-то из родовых казаков. Если просто вот так тут в поток какой-то на производство ставить, я не могу. В Элегском районе по соседству живут уральские и оренбургские казаки. Отличить их несложно. Даже визуально. Полувоенный стиль, а главное – брюки. Малиновый лампас на темно-синим фоне – это цвета уральского яицкого казачьего войска. У оренбургских – лампасы голубого цвета. Столь же явные отличия есть и в женских нарядах. Уралки – это очень срабрядческая такая психология была. Они консервативные были. У них показать щеклотку – это уже считалось грехом. Поэтому глухой, да даже по полу сарафан. Значит, декольте, забудьте про декольте у уралок. Это грех. История Элегского района началась еще в середине 18 века. Яицкое казачье войско было создано для защиты границ. Эти земли подарили сюжеты многим поэтам и писателям. Среди них Владимир Короленко и, конечно же, солнце русской поэзии. В Элегском районе Пушкин встречался со старыми казаками. Итогом его впечатлений стало произведение «Капитанская дочка». Историки утверждают, что именно Нижнеозерненская станица стала прототипом Белогородской крепости. Алина Волохова, Владислав Горбунов, Семен Воробьев. Новости дня. Укреплению межнационального единства, изучению культуры и истории народов уделяют особое внимание и в Оренбургском районе. Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений предполагает масштабную работу в различных направлениях. Сохранение мира, предотвращение конфликтов на межнациональной почве – ее главная цель. Достигают которую через разные виды работы. Музейные экспозиции, национальные игры, фестивали, конкурсы и многое другое. В детских садах и школах Оренбургского района знакомят юных жителей с обычаями и традициями разных народов. Все подробности далее. Танец «Дружба народов» исполняют воспитанники детского сада. Они одеты в украинские, казахские, татарские национальные костюмы. Но занимаются здесь не только хореографией. Проходят и увлекательные экскурсии. Действуют также свои мини-музейные экспозиции. Это уголок русской культуры. Есть и украинское, и казахское подворье. Приобщаются детвора к национальной культуре и через занимательные игры. И считалочки есть, и подвижные игры, и с ленточками. И вытягивают, и за хвостик они дергают. Как бы это игрушечные хвостики бегают. И вот они говорят «потешки». То есть это очень такие подвижные, красивые, интересные игры. И вот как раз детки узнают обычаи всех наших народностей. Представители более 50 национальностей живут в Оренбургском районе в мире и согласии. Добрососедство и взаимоуважение – залог успеха. Этому учат ребят всех возрастов. В караванной школе проходит фестиваль «Многоликий Оренбург». Воспитанники 22 образовательных организаций рассказывают о костюмах, передают народные традиции. Звучат песни на чувашском, татарском, украинском языках. Участников оценивают жюри. Но самое главное – не победа, а культурное обогащение. Основная наша задача в данной работе – это формирование очень стойкого положительного отношения к представителям другой культуры и других национальностей. Для того, чтобы ребята росли в дружбе, в сотрудничестве, в понимании другого человека, его культуры, его отношения к миру, его мировоззрения. Постоянное внимание к вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений – залог сохранения в Оренбургском районе этнополитической стабильности. Местные педагоги уверены – закладывать основы дружбы народов нужно с раннего детства. Елена Ерёвна, Константин Воробьёв, Новости дня. Также в Оренбурге проходит первенство России по карате. На соревнования съехались около 800 юношей и юниоров из 57 регионов России. На арене спортивно-культурного комплекса Оренбуржья уложено сразу пять статами, где проходят зрелищные напряжённые поединки. Спортивное карате ВКФ совсем недавно включено в олимпийскую программу и интерес к этому виду спорта повышенный. Организаторы этого первенства постарались сделать всё максимально правильно. Участники, наверное, посмотрели подготовку. И за исключением того, что на улице холодно, всё остальное, наверное, должно было вас сегодня удовлетворить. Ну и у нас сегодня видов спорта базовых 17. Я думаю, что количество их нужно увеличивать. И оно должно увеличиться именно за счёт таких видов, которые будут давать высокий спортивный результат. Такие крупные соревнования предоставлены нам не случайно. Два месяца назад в Оренбурге проходил традиционный турнир по карате памяти Александра Прохоренко. Состязания прошли на таком высоком уровне, что руководство Всероссийской Федерации убедилось в правильности выбора. Всероссийские соревнования были такой некой тренировкой. И сейчас мы уже на финишной прямой. И сейчас видно, что многие отметили, кто здесь ранее не был, что красиво оформлен зал. Работают волонтёры, встречают, провожают, помогают. Ну это очень здорово. Это уровень уже тот, к которому привыкли. Сегодня первый день соревнований. Завтра после церемонии торжественного открытия продолжение упорных поединков. Зима для оренбургских энергокомпаний традиционно начинается с спортакиадой. В 19-й раз представители отрасли встретились, чтобы испытать свою силу и спортивную сноровку. В соревнованиях участвуют 12 команд энергетиков со всей области. Этот спортивный фестиваль рассчитан на два дня. В программе семь видов спорта. Волейбол, настольный теннис, бильярд, плавание, шахматы, гиревое двоеборье и стрельба. Для меня спортакиады – это всегда ощущение, что скоро Новый год. Желаю вам замечательно соревноваться, замечательно пообщаться. Наша область славится множеством ведомственных турниров. Энергетики никогда не остаются в стороне от спортивной жизни Оренбуржья. Зимой и летом проводя свои спортакиады. Сменив рабочие костюмы на спортивную форму, участники окунаются в соревновательную атмосферу. А людей настроение хорошее. Почему? Потому что любые спортивные соревнования – это, во-первых, командная работа, дисциплина и здоровый образ жизни. Конечно, на таких спортакиадах главенствует олимпийский принцип. Главное – не победа, а участие. Но приступив к самим соревнованиям, каждый хочет выиграть. Зимняя спортакиада – это практически подведение итогов года. Потому что впереди день энергетика. Энергетики подготовились к осенне-зимнему периоду. Весь год плодотворно трудились. И теперь есть большой шанс показать себя не только в работе, но и в спорте. По итогам соревнований победителем в общем зачете стала сборная Сокмарской, Орской и Каргалинской ТЭЦ. В призовую тройку также вошли западные и центральные электрические сети. Алина Волохова, Анатолий Юденич, Владимир Зволенский. Новости дня. Оренбургский теннисный клуб «Факел Газпром» завершил групповой этап Лиги Европейских чемпионов. Очередной уверенной победой расскажет Анатолий Юденич подробнее. После того, как «Факел» досрочно обеспечил себе выход плей-офф, а за тур до финиша и первое место в группе, заключительный матч с Ани Боном становился формальностью. Тренеры решили дать передышку лидерам – Авчарову, Фрайтосу и Самсонову. И чтобы проверить готовность запасных, выставили второй состав. Как выяснилось, все в полном порядке. Начинавший матч китайский теннисист Ан Янь ни шанса не предоставил своему сопернику ирландцу Гиллену. Разгром 3-0, как и в каждой партии. Комплекс у вас замечательный. Я сразу же зашел сюда, сказал, что комплекс у вас, конечно же, я восхищался им. Очень редко, что такой комплекс только для настольного тенниса. Вышедший следом Алексей Левенцов сыграл не менее уверенно, также в сухую разгромив грека Стаматураса – 11-4, 11-3, 11-5. Но и на третьем номере под овации зала выступил самый юный и главный доморощенный теннисист Денис Ивонин. И у него был самый серьезный соперник, входящий в первую сотню рейтинга Бельгии с Ньютинг. При активнейшей поддержке болельщиков Денис берет первый сет 11-7, затем второй 11-8. И в третьей партии мог завершать матч. Но при счете 9-9 допустил две ошибки и позволил Ньютинку вернуться в игру. После чего Бельгии собрел второе дыхание и буквально вырвал победу 3-2. Начал бежать, хотел выиграть быстрее и из-за этого очень много ошибок своих допустил. Не получилось, я своей игрой в принципе доволен, обидно, что проиграл. Мы в него верим, он показал хорошую, красивую игру, грамотную. Ну, может быть, немножко не справился с нервным напряжением, но это, естественно, первая игра, дебют. Матч затянулся ненадолго. Аньянь за считанные минуты расправился со Стаматурасом и оформил Оренбургскому клубу очередную победу. «Факел» выиграл группу с абсолютным результатом. Шесть побед из шести с разницей встреч 18-1. 11 декабря «Жеребьевка» в Лексимбурге состоится финальная часть. И мы начнем бороться за кубок Лиги Европейский. К чемпионам за пятый кубок. Надеюсь, что у нас получится. Четверть финала Евролиги начнутся в конце января. Анатолий Юденич, Семен Воробьев. Новости дня. И в заключении хотелось бы поздравить всех жителей региона с праздником. 7 декабря – День образования Оренбургской области. На этом у нас все. Я напоминаю, спонсор выпуска – Оренбургский удостоверяющий центр. Успеете обновить свою кассу до 1 января 2019 года под новый формат фискальных данных и ставку НДС 20%. Телефон в Оренбурге – 77-10-10. Ну а далее вас ждет небольшой блок коммерческой информации. А я желаю вам хороших выходных. Проведите его с самыми близкими. До встречи в эфире. Санаторий Панта-Лечебница находится в Октябрьской области, поселок Мартук. Мы открылись в июле 2018 года. Завезли моралов в Восточно-Казахстанской области. 150 голов моралов. Вырастили их. В июне при открытии была первая срезка. Санаторий уникальный. Он лечит пантами моралов. Если в природе существует 22 аминокислоты, в пантах моралов содержится 18. Это лечение кожных заболеваний, восстановление послеоперационных, мужская сила, женская красота. В санатории размещается 50 мест. Санаторий у нас гостиничного люксового образца. Интересный у нас зимний сад там есть. Есть конференц-зал. Имеется также детская игровая, спортивный зал. Все профилы оказываемые услуги – это пантовое лечение, ванны, фитобочки, ингаляции, массажи. И косметолог у нас имеется. Завести моралов в нашу область – это идея моего супруга, от Легенова Ертаргана. Так как он решил завести моралов, я ему предложила, давайте еще построим тогда санаторий. Потому что сама продукция моралов – это уникальный продукт, который нужно использовать именно для лечения. Там, начиная от мяса и заканчивая его пантогематогенами, пантами – это все уникально нужно для организма человека. В прошлом году в рамках данного форума мы подписывали соглашение Ассоциации деловых женщин. И в целях исполнения данного меморандума в этом году у нас были уже первые посетители гостей Салимбургской области. Сос, Солинецка. Поэтому вот это, наверное, настоящая интеграция между нашими народами. И когда мы друг к другу ездим в гости, принимаем самый лучший опыт. Солинецка. 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 Солинецка.